На открытии выставки «Весеннее настроение» художники представили на суд зрителей пейзажи, натюрморты, портреты. Очень интересно было посмотреть на индивидуальный почерк каждого автора, увидеть предпочтения в жанре, живописных средствах, технике исполнения. Впервые в залах картины и галереи в музее-заповеднике проходит персональная выставка творческих работ преподавателей детской художественной школы города Черкеска. Называется наша выставка «Весеннее настроение». В выставке принимают участие пять педагогов художественной школы, и мы постарались отобрать их в разные жанры, по манере, по технике выполнения работы. Натюрморты авторов выполнены очень реалистично и добавили праздничное настроение к торжественному открытию выставки. Во всех работах много воздуха, как говорят художники, света. Также представлен ряд пейзажей, которые были написаны маслом на пленере. Были представлены и портреты, которые выполнены графически, и акварелью. Работа художников приятно удивляет высоким профессионализмом, внутренним видением натуры. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой увидел солнце золотое, поцелуй любимой, листвы и зеленый вязь. В одно окно смотрели двое. Один из них был, говорят, поэт. Но когда мы говорим о высших достижениях всех поэтов, актеров, музыкантов, всегда говорят художник. Вот сегодня мы присутствуем с вами на празднике, на этой прекрасной выставке этих прекрасных людей, творцов. Работы Елены Кордюковой заняли особое место в зале. Гобелиновые картины – это очень сложный и кропотливый труд. На создание подобного творения порой может уйти несколько лет. Кроме картин, Кордюкова представила декоративно-прикладные флористические композиции, которые украсили галерею и добавили в нее свой особый колорит. Я работаю в технике декоративно-прикладного искусства. Я много лет уже в школе преподавала и скульптуру, и лепку, и гобелент, качество. То есть это разновидности техник, а вот темы, темы бывают разные. Но ближе всего мне тема славянские пасты, например, или вообще сказки, сказания. То есть то, что развивает в детях добро, свет, в чем они познают свои какие-то стороны добрые, хорошие, на чем можно их учить. В экспозицию вошло более 118 произведений. Выставка обширна и разнообразна. Жители и гости республиканской столицы в течение месяца смогут посетить вернисаж и насладиться представленными на нем работами. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.